Всем привет! Маленький влог запишу. Это конец февраля в Стамбуле. Первая вылазка моя, можно сказать, на улицу или на природу в феврале месяце. Чисто для нахождения своего психологического уравновешенного состояния. На зиму у нас здесь в парке завернули пальмы. Сейчас плюс 12 градусов, но на солнце поля 15. Черепашки вылезли, загорают, солнце набирается. Вот, припекает. Такие забавные. Они иногда, как мы называем с дочкой, йогу делают. На трех лапах стоят, или они прям рот открывают на солнце, греются. Вода сейчас немножко прогрелась, им потеплее. Это будний день обычный рабочий. Видите, поэтому людей практически нет. Выходные здесь вообще не вносить, не встать. Очень много людей. Вот в этом плюс работать на себя, да, или на удаленке. Ты сам себе график делаешь и находишь свободное время. Вот в этой части, там живут рыбы большие. Ну, не самы, конечно, но какие-то такие же огромные. Ну, сазана еще похожие на сомиков. Ну, такие килограммы 3-4 летом они были. Ну, опять черепаха одна торчит. Слушайте, как обмелело. Все эти камни летом были в воде. Ну, вот шланги лежат вот здесь по периметру. Да они очищают сейчас все. Вот этот водоем. Это гилет. Гилет, то есть озеро. Летом очень грязно здесь, на самом деле, такое. Вода, конечно... А, вон тоже обмелело. Сейчас покажу вам. Гуси пасутся где. Вот летом все это покрыто водой. Даже где девушка сидит, ее ноги, это там все вода под эти деревянные балки стоят. Сейчас они... Это искусственное озеро. Они его подсушили и очищают дно. Вот фильтры стоят, вот воду перегоняют. Этим занимаются. Так спокойно здесь. С этой стороны утки, лебеди и, кстати, знаете, кто еще живут? Журавли здесь бывают. И белые лебеди, и черные лебеди. Черных там семейка одна подальше еще живут, а белых прям немало здесь. Единичные люди. Ну, с колясками гуляют, кто-нибудь далеку живет. Красота, обожаю природу. Тут, когда людей много в выходные дни, тут такие крики. Это такой парк развлечений для взрослых по мотивам сурвайвера, выживший. На телевидении здесь до сих пор очень популярно это ТВ-шоу. Последний герой у нас, вот, типа, знаете, когда они там полоса препятствий и вот такое. Платишь, это сейчас чуваки ремонтируют, а вообще платишь деньги, там вход, это для взрослых. Не помню, там вроде бы по росту, от метра пятьдесят или по возрасту, типа, с десяти лет ограничения. И вот полоса препятствий. Тебя пристегивают к ремню безопасности, чтобы ты там совсем не свалился. Ну, такое прикольное, в общем, попробовать стоит. А вот это отделение, отдел для маленьких. Не помню цены уже, честно говоря, но что-то в районе, типа, 30 минут на вот этом батуте огромном, трехэтажном, с шарами. Туда шары высыпают, а, вон они там, мячики лежат. Это от трех лет, не знаю, до скольки, наверное, лет до десяти развлекаловка. Вообще, вот в эту зону, типа, заход стоит не только на этих шарах прыгать, но туда билетик идет. Но это тоже туда входит. Это стоило, что-то в районе 150, наверное, лир, час или полчаса, не помню летом. Сейчас все равно цены быстро меняются, за ними не угонишься. Страшный, конечно, вот этот батут. Дети прыгают в нем, как колбаски. А вот эта полоса препятствий, сейчас не ближе подойду, типа, тоже как сурвайвер для маленьких. Вот здесь очень классное кафе для детей. Видите, там все такое стилизованное. Ну, когда оно открылось еще, оно было актуально. Мне дочка там часто играет, игровая комната классная. А вот дальше кофе. Итальянский кофе тоже хороший. Вот там дальше, кстати, куноха, это японская, азиатская, паназиатский ресторан. Суши там всякие, рамены есть и все прочее. Это тоже полоса препятствий, а потом в конце вот эту деревяшку ставишь и сбиваешь белой... Я не знаю, как это назвать. Типа, вот эту кеглю сбиваешь. Очень занимательно, вообще супер. Но летом, когда людей много, ты не пробьешься. Точнее, не летом, но выходных. Клевое тоже место. Здесь, кстати, бесплатный Wi-Fi есть. Это обычная площадка детская. Вот этот ресторан, ну, вообще написано, что это суши и чайнис, китайская еда, но он внутри весь по вот этим комиксам японским оформлен. Там разная еда азиатская и корейская есть, и китайская. Оригинальная, вкусная, нет, а-ля турецкая альтернатива, азиатская, как они это понимают. Они часто адаптируют под себя рецепты. Но порции очень маленькие. Прям вообще кот наплакал. Так что так себе ресторан. Ну, как бы, да, на раз можно, если ты совсем там соскучился по такой еде. Хотела показать, что мы едим. Это турецкий фастфуд. Мидия тава. То есть, мидия надета на палочку, типа шашлык. Окунута в, как называется, в кляр. И здесь идет соус. Это чеснок. Ну, обычный чесночный соус. С йогуртом. Вот. Здесь у нас идет очень большая порция. Пять палочек, и на каждые по три мидии. Обычно их подают три-четыре палочки по четыре мидии. Ну, в кафе, в ресторанах. Вот такая сеть, она в центре есть по Стамбулу. Ну, самый популярный чувак, но не самый лучший мидия. Мидия Джи Ахмед. Тут у них адрес. Инстаграм есть. О, баба! Посмотри назад. Да, вот он, этот дядя. Мидия Джи Ахмед. А вот он. В общем, вот эта порция из пяти палок, она стоит 77 лир. А одна и другая, а что идет? Ну, тут разные кукуречи у них есть. Вот здесь такое кафе. Здесь селф-сервис, это фастфуд считается. Но вот внутри есть помещение, где можно посидеть. Чисто, кстати, очень. Кукуречи. Мидия Тава. Далма с рисом. Еще люблю это заведение. Кафе Бульваре. Здесь вкусные круассаны, десерты. Кофе настоящий. Кофе классный. Это у меня лотус-бисквит-латте. Вообще практически не сладкий. Чуть-чуть там сиропа добавлено. Но это больше вкус корицы. Вот такой большой стакан. Кружка, как я люблю, сразу на пол-литра. Здесь была вот такая, как сказать, вкусная конфетка. У них есть всякие разные. Flat white тоже я люблю у них. В общем, короче, кофе здесь очень вкусный, классный. Таких настоящих хороших кофеин не очень много. Только в центре. Чаще встречается у меня есть любимое место в Бищикташе. Как там буду, я вам обязательно сниму. Сижу, наслаждаюсь погодой. Как будто бы сентябрь, например, в Новосибирске погода. 12 градусов. Прохладный ветер, конечно. Но природа класс. Чудный моментик. Потому что ребенок у меня бегает на площадке. У меня есть время заняться собой. В плане посидеть в одиночестве, в тишине и отдохнуть. Просто так сложились обстоятельства, что сначала было землетрясение. Огромный стресс. То это все морально, эмоционально, трудозатратно. Потом мы собирали эту помощь. Потом у меня заболелась и кровь попала в больницу. Но там плановая у нее операция. Но все равно она внепланово произошла. Мы знали, что это должно было быть чуть-чуть позже. Тоже это нервы все. Потом у меня заболел ребенок. Вирус. И в конце свалилась я. На последние три дня у меня была температура 38. Я забыла этот диагноз. Это редко у людей бывает, но у меня в том случилось. Это у меня продуло настолько сильно. У меня спина, шея схватила все мышцы в один комок. У меня была температура высокая. И там это просто такая ломка адская. Болит все тело. Это такой у меня психосоматический сигнал был. Все оставить. И заняться с собой, короче. Отойти от всех этих переживаний. Ну да, месяц в таком тяжелом стрессе. Не любая программа выдержит, короче говоря. Поэтому теперь отдыхаю сижу. Вот так вот, чтобы попить кофе выйти. Просто выпить кофе. Мне этого очень давно не было. Наверное, месяца два точно. Может, даже три. Наверное, в декабре я в последний раз себе такое позволяла. У меня был выходной перерыв, точнее. Все это время у меня была активная работа. Я была занята. Лектори готовила и сделала. И вот это вот все. Так что желаю всем тоже расслабляться почаще. Следите за своим здоровьем. Вот так вот. Спасибо.